Максиму Бакееву приписывают и участие в рейдерских захватах. Например, пансионата «Утёс». Сначала хозяевам пансионата Андрею Пороскуну и Наталье Сиротиной предложили отдать его добровольно. Типа 50% сейчас отдайте, Максим, а 50% у нас осталось. Получив отказ, рейдеры пустили в ход административный ресурс. На собственников «Утёса» завели уголовное дело. За те два года, что они провели за решёткой, пансионат перешёл к новому владельцу. Захват был осуществлён в пользу сына президента Киргизии, Максима. В своих интервью Максим Бакеев утверждал, что ему всё равно, чем заниматься, главное для него прибыль. Странное заявление для человека на государственной должности. В прессе писали, что в 2008 году Максим Бакеев вложил деньги в покупку акций английского футбольного клуба «Блэкпул». Это клуб «Аутсайдер». На первый взгляд, инвестиция неудачная. Но за этим обязательно стоит, что он что-то оттуда имеет. По мнению экспертов, подобные сделки часто используются для отмывания доходов и их вывода за рубеж. И уже потом, когда сменится власть, его начнут хватать, уже эти деньги не схватят. О размерах личного состояния семьи Лукашенко ходят легенды. Судя по публикациям в прессе, оно оценивается примерно в 12 миллиардов долларов. Это и доходы от оружейного бизнеса, Белоруссия экспортирует танки и самолёты «Миг», и перепродажа российской нефти, и реэкспорт европейских товаров в Россию. Однако реальная схема распределения прибыли известна лишь узкому кругу лиц из администрации Лукашенко. Каковы истинные доходы и, главное, куда они идут? Государственная тайна. Я думаю, что это надо задать, этот вопрос господину Лукашенко. Но, по крайней мере, много бывает аспектов, связанных с управлением делами президента. Чем оно занимается и куда идут средства, которые оно получает. Я думаю, что всем достаточно хорошо известны фонды Санбаева, Торгэкспо, которые получали беспрецедентные льготы в качестве освобождения от всех налогов, сборов и таможенных пошлин. С фирмой Торгэкспо действительно вышла некрасивая история. В свое время Лукашенко решил использовать преимущество единого таможенного пространства с Россией. Освободил Торгэкспо от уплаты налогов, после чего эта контора стала перегонять из Европы в Россию эшелоны с контрабандной водкой и сигаретами. На ее долю приходилось до 30% всего белорусского экспорта. Впрочем, вскоре в Москве опомнились, и эту лавочку Лукашенко пришлось прикрыть. Бывший глава Нацбанка республики Тамара Винникова утверждала, что лишь одна сделка, осуществленная фирмой Торгэкспо, принесла 4,5 миллиарда долларов чистого дохода. Куда исчезли эти деньги, можно только гадать. Впрочем, вряд ли Лукашенко, наделяя Торгэкспо таможенными льготами, не знал, куда пойдет прибыль. При утверждении бюджета в парламенте белорусском депутат задавал простые вопросы, например, министру финансов. Что, скажите, пожалуйста, где средства от поступления, от продажи оружия? Он говорит, я не знаю. Ему говорят, расшифруйте, пожалуйста, сколько средств находится в президентском фонде. Он говорит, я не знаю. Где же деньги? Вообще, в Белоруссии есть правятая фраза. Александр, где деньги? Верни народу народные деньги, которые я сказал, будучи где-то от президента по телевизии. И это, конечно, очень сильно разоржает Александра Егоровича, потому что он не может допустить, чтобы на такое понятие чистоплотности со стороны государства была брошена хоть малейшая тень. Лукашенко задают в точности те же вопросы, на которые так и не смог ответить киргизский президент Курманбек Бакиев. Судьба людей, задававших неудобные вопросы и в Белоруссии, и в Киргизии, складывалась по похожему сценарию. В 2007 году в городе Ож неизвестные расстреляли корреспондента радио «Свобода» Алишера Саипова. Это был, конечно, шок, потому что молодой, 26-летний парень, у которого осталась 17-летняя жена, двухмесячный ребенок. В декабре 2009 года был убит один из лучших киргизских журналистов, главный редактор интернет-издания «Белый пароход» Геннадий Павлюк. Это вдова Геннадия Павлюка. Был выброшен из окна шестого этажа, связанный скотчем по рукам и ногам, заглянным ртом. Убийство произошло в Алмате, куда Павлюка пригласили неизвестный, якобы для проведения переговоров о финансировании одного из его проектов. Однозначно, что здесь замешана наша власть. Об этом заявили казахские спецслужбы, что в организации этого убийства принимали участие офисеры контрразведки службы национальной безопасности Кыргызстана. Личности установлены. Нападением в Киргизии при президенте Бакиеве подвергались не только журналисты, но и политики-оппозиционеры. Например, Сырдак Абдулдаев, член нашей партии, получил около 30 ножевых ударов. А это уже Белоруссия. Жена пропавшего оппозиционного белорусского политика Виктора Гончара и мать убитого оператора ОРТ Дмитрия Завадского в который раз требуют от белорусских властей расследовать преступления десятилетней давности. Власти не заинтересованы в том, чтобы эти дела были вообще раскрыты. С ужасом думаю, что может случиться так, что за давностью лет все это прекратится. Это самое страшное, что я, так сказать, чего я боюсь. Наверное, Лукашенко знает больше, чем наши правоохранительные органы. Поэтому, наверное, пришло время, в принципе, спросить у него. В 1999 году в Белоруссии произошла череда загадочных событий. Убийств и исчезновений главных оппонентов Александра Лукашенко. Вице-спикеры Верховного Совета Геннадия Карпенко считали главным конкурентом Лукашенко на предстоящих выборах. В марте 99-го его задержали за организацию несанкционированного шествия. После нескольких часов, проведенных в отделении милиции, Карпенко попал в реанимацию и вскоре скончался. Официальная версия – сердечная недостаточность. Ровно через месяц после смерти Карпенко, 7 мая 1999 года, исчез бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко. Он не дошел до собственного дома всего несколько метров. Он просто не пришел домой ночью. Этого никогда в жизни не было. Тем более, что он мне позвонил и сказал, что «Ольга, подогревай ужин. Я вот через 5 минут буду дома». Свидетели утверждали, что неизвестные в масках схватили генерал-майора прямо у подъезда, затолкали в машину и увезли. В середине 90-х Захаренко входил в ближайшее окружение президента Лукашенко. Однако вскоре их взгляды разошлись. Президент говорит, что «Ты должен выполнить мой любой указ». Я ему говорю, Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. Это запугивание или не запугивание? Это стиль руководства президента. Более слабые ломаются. Более сильных добивают. И делается послушная машина государственная. Бездумная, щелкающая каблуками. Это страшно. Это страшнее фашизма. Последние месяцы перед похищением Захаренко занимался созданием Союза офицеров. Неподконтрольной власти организации, которая должна была объединить в своих рядах высших чинов милиции и вооруженных сил. После его исчезновения Союз офицеров распался. Он похищен, похищен властью именно самим Лукашенко. Я в этом даже не сомневалась. Вечером 16 сентября пропал исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Белоруссии Виктор Гончар. На месте похищения остались следы крови и битое стекло. Мы буквально каждый метр здесь обследовали. Приехал Дмитрий Завадский со своей камерой. Я просила его включить свет. Я же тоже собирала и остатки стекла. И соскобы крови мы делали даже. Последний раз машину, в которой ехал Гончар и его друг Анатолий Красовский, видели в этом дворе. По свидетельству очевидцев, неизвестные заблокировали автомобиль, силой вытащили их наружу и увезли. Иллюзию следствия мы вам создадим. Вы сами прекрасно понимаете, чек это дело рук. И может быть через 50 лет, когда будут скрыты архивы КГБ, вы узнаете правду об этом преступлении. Это было мне сказано буквально на следующий день. В 96-м году Гончар стал председателем Центральной избирательной комиссии. Причем в самый неудобный для Лукашенко момент. В ноябре 96-го в Белоруссии проходил всенародный референдум, на котором президент должен был получить возможность избираться неограниченное количество раз. Гончар заявил, что не допустит во время голосования никаких подтасовок и фальсификаций. А если сейчас то творимое беззаконие, которое наблюдается в стране, еще и официально закрепить итогами референдума, ну, ей-богу, все это вне комментариев. За неделю до референдума Лукашенко силой сместил Гончара. Сотрудники президентской охраны вышвырнули главу Центра избиркома из служебного кабинета. В 99-м веке...